20 ноября мир отмечает день ребенка, а 17 ноября международный день отказа от одной из самых вредных привычек курения. О здоровье и подрастающей молодежи поговорим с главным врачом Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, главным внештатным специалистом по спортивной медицине Татьяной Денисовой. Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Рада видеть вас в нашей студии и хотелось бы начать нашу беседу с этих дат. 17 и 20 ноября. Почему они важны и нужны? Дата 20 ноября это дополнительный день, чтобы обратить внимание родителей и всей общественности на важность сохранять здоровье нашего подрастающего поколения. В этот день проводятся какие-то дополнительные мероприятия по интересным активностям для детей, дополнительные какие-то спортивные мероприятия, чтобы привлечь к таким позитивным мероприятиям, сформировать какие-то позитивные привычки у ребенка. А отказ от курения – это, конечно, очень важно пропагандировать в детской среде, поскольку эта привычка распространяется у детей, она оказывает существенный вред на формирование организма. И, конечно, надо переориентировать ребенка с вредных привычек на позитивные. Вы, как специалист, расскажите, как и с помощью чего можно вырастить здоровое подрастающее поколение? Мы с детства знаем пословицу «береги платье с нову, а здоровье с молоду». И, к сожалению, год от года тенденция идет к ухудшению состояния здоровья детей. По многолетним наблюдениям за здоровьем детей отмечается, что в младшем школьном возрасте практически половина детей, в старшем школьном возрасте гораздо больше половины детей имеют хронические заболевания. И, конечно, родители задаются вопросом, как же избежать этой ситуации для своего ребенка. И одной волшебной таблеткой здесь, конечно, не обойтись. Но в наших силах пропагандировать в детской среде активный образ жизни, положительные привычки, интересные увлечения, занятия спортом. И, конечно, это будет формировать мотивацию, формировать здоровый дух и здоровую во всех отношениях жизнь ребенка. А вот на какие основные аспекты стоит сделать внимание родителям при воспитании своего ребенка? Безусловно, это с ребенком нужно заниматься, потому что личный пример никто не отменял. Если ребенок будет расти в здоровой среде, видеть здоровую жизнь вокруг себя, это, конечно, будет способствовать формированию его здоровых привычек. Ну, к примеру, вместе проводить зарядки, ходить на какие-то секции, тренировки, это все поспособствует. Знаете, древняя поговорка, может быть, она не очень красивая, что ребенок учится тому, что видит он в своем дому. А вот по вашему мнению, как стоит правильно прививать здоровые привычки ребенку, чтобы избежать, к примеру, знакомства с вредными привычками? Вы знаете, к сожалению, если верить психологам, то вредные привычки к нам прицепляются гораздо быстрее, чем положительные. И при многократном подкреплении вредных каких-то привычек она закрепляется, и у ребенка укореняется, и с ней уже достаточно сложно справляться. Бывают привычки сформированные уже, с которыми трудно бороться, бывают единичные ситуации, которые легче поддаются. Но самое главное, должно быть желание с ними справиться. И что касается курения, это особенно отмечается, что младшие школьники, которые начинают пробовать курить, они очень сильно склонны к подражанию. И перенимают привычки взрослых, хотят показать себя, что они взрослые. И когда появляются вредные привычки, они, естественно, прячутся от взрослых, есть склонность к группированию. И получается, что нужно переориентировать ребенка и заместить эти вредные привычки. И, конечно, здесь роль очень большую играет то, как с ребенком работать. Запрещать он еще больше будет прятаться. Объяснять. Здесь, безусловно, нужно как можно больше объяснять, какой интересной жизнью может жить ребенок, какими интересными увлечениями он может заниматься, какую достойную здоровую жизнь может прожить. И, конечно, показывать вред от каких-то пороков, вредных привычек, нездоровых привычек, нарушения в питании, постоянное чрезмерное пользование гаджетами, бездеятельность, лень, малоподвижный образ жизни. Это, конечно, нужно прививать настроенность на здоровье, на здоровый дух и дальнейшее формирование, закрепление положительных привычек. Вот хотелось бы от вас услышать такое краткое пособие для родителей. Вот вдруг, если вы поняли, что ваш ребенок познакомился с какими-то вредными привычками, как стоит правильно пояснить, разъяснить и какую работу с ним стоит провести, чтобы в целом эта привычка не закрепилась? Да, безусловно. Если ребенка наказывать, кричать, ругать и говорить только, что этого нельзя, то ребенок может не услышать, потому что он видит рекламу, он видит билборды, он видит сверстников, он видит взрослых людей, которые почему-то это делают, а ему говорят, что этого нельзя. Поэтому нужно разъяснять, объяснять, какой вред может причинить курение, ну, безусловно, наркомания и другие вредные привычки. И если родители будут максимально много уделять времени своему ребенку заниматься со своим ребенком и именно прививать ему любовь к каким-то положительным занятиям, интересным занятиям, вместе проводить время, вместе какими-то увлечениями заниматься, это будет, конечно, переориентировать ребенка на позитивные привычки. И здесь и разъяснительная работа, и личный пример. К сожалению, когда мы видим на улице, да, ребенка вывели на детскую площадку, но тут же мама сидит в гаджете и не обращает внимания на то, чем ребенок занимается. И если максимально много уделять воспитанию ребенка, прививать ему привычки к здоровому образу жизни, физической активности, когда он вырастет, он точно будет благодарен родителям за его здоровье и за отказ от вредных привычек когда-то. Давайте от вредных привычек перейдем к положительным. Скажите, насколько важно физическое развитие для подрастающего поколения и с чего лучше начинать прививать полезные физические упражнения, привычки? Безусловно, физическая активность очень важна с самого раннего детского возраста, когда ребеночек рождается, и родители учат, как делать массаж, как ставить на ножки. То есть это все укрепляет мышечную систему. И в дальнейшем, когда ребенок растет, физическая активность должна быть просто постоянным сопровождающим его процессом. И физическая активность способствует нормальному развитию органов и систем. И, безусловно, это и опорно-двигательный аппарат, безусловно, это мышечный корсет, это нормальное функционирование органов и систем, а это ведет за собой нормальный обмен веществ, удерживает уровень артериального давления, уровень крови. И, конечно, организм растет здоровым. Если здесь в каком-то маленьком возрасте вмешиваются уже вредные привычки, это, конечно, влияет на нормальное развитие, поскольку организм недополучает нормального насыщения кислородом и крови, соответственно, это влияет на развитие органов и систем. И ребенок в подростковом возрасте дает скачок роста, скачок развития. Это бурный рост не всегда за формированием скелета успевают внутренние органы. И здесь очень важно хорошее кровоснабжение с хорошим кислородным насыщением, чтобы и мозг развивался правильно, и все органы и системы. Поэтому, безусловно, как можно ранняя мотивация на физическую активность и противодействие развитию вредных привычек приведет к формированию здорового организма. Ну скажите, с какого возраста и что лучше делать? К примеру, в 3 года, в 7 лет и, грубо говоря, в 14. Что лучше делать, чем заниматься? Вот знаете, есть такое выражение, что даже самая-самая-самая маленькая физическая активность, она будет способствовать развитию здорового ребенка. И начинать нужно с каких-то самых маленьких, минимальных упражнений. Пусть это будет небольшая пешеходная прогулка, пусть это будет элементарно 3-4 приседания. Но поддерживать ребенка в этих его начинаниях, делать положительные закрепления вот этих его положительных привычек. И постепенно это будет нравиться ребенку, и постепенно увеличивать регулярность, интенсивность, продолжительность этих занятий. И, конечно, ребенок втянется и в физическую активность, и, возможно, выберет занятия спортом. Ну, самое главное, чтобы физическая активность была в каких-то разумных пределах. Безусловно, в разумных пределах. В 20 секций в день, везде, чтобы успел. Вот как правильно подобрать разумный режим для ребенка? – Физическая активность, безусловно, должна соответствовать возрасту. И если ребенок выбирает занятия каким-то видом спорта, то, безусловно, при зачислении в секцию все начинается со спортивно-оздоровительного этапа, где и тренеры, а в школе – это учителя физкультуры, они прекрасно знают требования по физической нагрузке к каждому конкретному возрасту. И уже подбирают те упражнения, которые подходят ребенку. Ну, безусловно, если это семейный отдых, можно выбрать какие-то совместные походы, совместные интересные занятия на детских площадках. Сейчас достаточно много архитектурных форм со спортивными тренажерами. Это очень можно вместе с семьей проводить. И ребенку будет интересно с родителями вместе заниматься вот этой физической активностью. А уже, когда ребенок подрастает, можно подумать и о спортивных секциях. Ну, это уже, я имею в виду, не дошкольный, а уже младший школьный возраст. Можно подумать и о каких-то спортивных секциях. Там уже тренер будет подбирать физическую нагрузку. Ну, я думаю, все знакомы с той проблемой, то, что сейчас большинство детей очень часто зависят от своих гаджетов и в целом не особо склонны, возможно, заниматься спортом. Вот, к примеру, если ваш ребенок не хочет заниматься ничем абсолютно, там, в меру сидеть, играть, гулять, как его проявить интерес к секциям, возбудить, возможно, желание пойти куда-то, позаниматься чем-то? Как это грамотнее сделать? Ну, безусловно, как я уже говорила, это однозначно личный пример родителям. Потому что родители, конечно, должны заниматься домашними делами. И иногда выбирается решение ребенку дать в руки гаджет, включить мультик, включить телевизор, игру, и чтобы он только не мешал заниматься домашними делами и родителям, ну, точно так же посидеть в этих же гаджетах. Вот это, конечно, совершенно ненужная привычка, которую нужно искоренять в семье. Потому что все, что мы заложим с детства, с этим ребенок пойдет во взрослую жизнь. И точно так же будет никаким образом не заниматься своим организмом и не быть мотивированным на сохранение здоровья и развитие своего организма. И возвращаемся к тому, что исключительно личный пример. Просто начинать, может быть, с планирования выходных. Понятно, что где-то, если родители на работе, в течение рабочего дня сложно контролировать, сколько ребенок смотрит телевизор, сколько он сидит в компьютерных играх, сидит в гаджетах. И в рабочие дни, может быть, это сложно будет проконтролировать. Тогда вечернее время и выходные дни максимально проводить активно. И максимально заниматься той деятельностью активной, которая будет интересна ребенку. Все равно в любом возрасте можно найти какую-то активность, какое-то занятие, какое-то увлечение, которое будет интересно именно этому ребенку. У нас есть родители, которые поменяли 2, 3, 4 вида спорта. Но в конце концов на 6, на 7 виде спорта ребенок так тянулся, ему стало интересно, и он занимается. Понятно, что этот процесс выбора вида спорта занимает там не годами. Но в целом действительно достаточно много секций, тяжело определиться сразу. Конечно. И ребенок иногда поговорил со своим сверстником, со своим одноклассником. Одноклассник ходит весь в восторге, например, от бокса. Ему тоже понравилось, он пошел в секцию, а вот ему что-то не пошло. Какая-то не очень приятная ситуация, может, у тренировки произошла, ребенку не понравилось. Но это не говорит о том, что ему может не понравиться футбол, ему может понравиться волейбол, баскетбол. У нас достаточно много видов спорта, которыми может ребенок заниматься. Это и спортивные школы, секции, клубы, федерации. И самое главное – захотеть и мотивировать, и, может быть, действительно с ребенком посмотреть какие-то соревнования по определенным видам спорта. Сходить на соревнования, посмотреть, потому что наши соревнования проходят на… Бывают на открытых площадках, которые можно посмотреть и посетить. И, может быть, ребенок скажет, что ему это нравится. Рассказать про определенные виды спорта, рассказать про какие-то увлечения. Если говорить не о спорте, а о каких-то увлечениях, чтобы максимально занять свободное время ребенка, отвлечь его от вредных привычек, с ребенком нужно разговаривать, с ребенком нужно заниматься и расширять его кругозор, чтобы он понимал, что есть не только, например, футбол и бокс, а есть масса других видов спорта, масса просто другой физической активности. Даже элементарно пробежка по парку, совместные выходы с родителями в горы. У нас замечательная местность, у нас сплошная курортология. Поэтому занять свободное время с пользой для ребенка и для семьи в целом у нас можно. Есть также такое убеждение, что чем раньше отдам ребенка какую-то секцию, тем больше шансов, что он станет чемпионом, победителем всех соревнований. Скажите, так ли это? Это утверждение спорное, конечно, потому что все-таки каждый возраст требует индивидуального подхода, своего подхода и своей физической нагрузки. Поэтому если чрезмерную нагрузку дать маленькому ребенку, можно вызвать у него отторжение и потерю интереса. Поэтому, конечно, всему возраст своей нагрузки свой возраст. Но сейчас достаточно много появляется секций, где принимают детей с 4-5-летнего возраста, начинают с ними заниматься. Но, безусловно, все начинается с общей физической подготовки, со спортивно-оздоровительного этапа. И это очень хорошо, когда дошкольников привлекают и мотивируют их на физическую активность, показывают им, как здорово вообще заниматься спортом, как это интересно проводить время с друзьями, именно с пользой. И вот эти секции, они имеют уже определенную направленность к определенному виду спорта. Но нагрузки там, безусловно, тренер выстраивает, те, которые дозволительно 4-5-летнему возрасту. И ребенок в этом возрасте уже может сформировать свои интересы. Нравится ему, не нравится. И, конечно, это расширяет границы подготовки спортивного резерва. Потому что уже к, допустим, младшему школьному возрасту дети подходят, уже выбрав, допустим, вид спорта. Или они уже 2-3 поменяли и уже определили, что им нравится, что не нравится. И в процессе уже развития физической активности в этих секциях, направленности к виду спорта, ребенок выбрал, он уже занимается на спортивно-оздоровительном этапе. И дальше уже, в зависимости от дальнейших занятий спортом, он должен проходить определенные нормативы. И тренер уже по выполнению этих определенных нормативов приходит к заключению о переводе ребенка на более высокие этапы спортивной подготовки. Кому-то спорт дается легко, у кого-то это достаточно сложный труд. Но тренер обязательно поддержит инициативного ребенка, будет помогать ему достигать спортивных высот. И, безусловно, врач по спортивной медицине всегда будет сопровождать тренировочный процесс, помогать, корректировать тренером физическую нагрузку, если это нужно. Обязательно мы занимаемся восстановлением спортивной формы и физической формы, если случилось какое-то заболевание или травма. И, получается, мы точно так же поддерживаем, мотивируем наших детей на занятия спортом, независимо от возраста. Татьяна Сергеевна, спасибо вам большое за ваши рекомендации. К сожалению, время нашей программы уже завершается. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. А я напомню, у нас в гостях была главный врач Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, а также главный внештатный специалист по спортивной медицине Татьяна Денисова. Это была программа «Интервью». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин